Всем привет, с вами Люда Блаж Суприм, добро пожаловать на мой YouTube канал, как всегда, пятница, пятничный дайджест, новости очень, как в английском языке, есть слово intense, так что усаживайтесь поудобнее, наливайте чайок, кофеек и погнали. Но для начала вот о чем хотела бы вспомнить, я в одном из самых моих любимых видео про королевских нянь рассказывала о том, как воспитывают королевских детей Кит Миддлтон, Меган и так далее, все из королевской семьи. Кит, например, воспитывает своих детей с огромной поддержкой нянь, квалифицированной поддержкой и своевременной. А обычным мамам и папам достаточно сложно найти подобную помощь, особенно в нынешнее время, когда дети банально не хотят учиться. Зависают постоянно в гаджетах и взаимопонимание в подобных реалиях найти реально очень сложно. Так вот, онлайн-школа SkySmart предлагает бесплатный курс от психолога Мурашовой. Как привить любовь к учебе, как предотвратить зависимость от гаджетов, как справиться с родительской усталостью и все это совершенно бесплатно. SkySmart вообще уникальное место. Школа для детей и подростков от 4 до 18 лет. Уроки проходят в игровом формате, есть квесты, а самое главное, вам помогут раскрыть потенциал изучения предмета и подберут индивидуальный план обучения. В школе есть курсы русского языка, английского, математики, физики, программирования и многие другие. Преподаватели тут постоянно дают обратную связь родителям, чтобы они были в курсе, как проходит обучение ребенка. Вы можете выбрать блоки по подготовке к ЕГЭ, а можете подтянуть отдельно какой-то предмет или узкую тему. А по моему промокоду BLASHSUPRIM обучение будет еще выгоднее, потому что вы сможете получить 2 урока в подарок при первой оплате любого курса. Не думайте долго, а уже сейчас переходите по ссылке в описании и записывайте своего ребенка в онлайн-школу SkySmart. Сейчас идеальное время. Ну а у нас идеальное время для того, чтобы обсудить все насущные новости. Я уже во всеоружии, здесь у меня собраны абсолютно все новости. И первая новость, одна из, ну, наверное, ладно, не самая важная на этой неделе, но тем не менее начнем с нее. Но Меган Маркл и принц Гарри не присутствовали на дне рождения Барака Обамы. Ему исполнилось 60 лет, была достаточно серьезная вечеринка. И как вы можете понять, на этой вечеринке присутствовала вся верхушка демократов Америки. Все самые важные люди были на этой вечеринке. Попасть на эту вечеринку — это то же самое, что получить, знаете, такой билет в мир на ближайшие несколько лет. Так вот, Меган и Гарри не были приглашены на эту вечеринку. Почему? Предполагается, потому что Обама не поддержал то, как они себя ведут со своей семьей. То, что они делают с монархией, с королевой, с принцем Чарльзом и Уильямом. Доподлинно это, конечно, неизвестно, но, например, Daily Mail очень активно это муссирует и очень активно рассуждает на эту тему, выступают эксперты. Бывшему президенту не понравилось, как принц Гарри атаковал и атакует, и продолжает атаковать свою семью. Надо еще вспомнить, что Мишель Обама сразу после выхода интервью Меган и Гарри Опрри, она не говорила, что ей не понравилось, что она не поддерживает эту атаку, но она сказала следующее. Я надеюсь, что они все преодолеют, я думаю о том, как важна семья, что надо прощать, надо любить и так далее. То есть многие увидели в этих словах как бы немножечко укол в сторону Меган Маркл, что, ребят, надо прощать, надо все решать за закрытыми дверьми, и вообще это семья, это самое святое, это самое нужное, любовь и так далее, и так далее. И вот сейчас не приглашение на день рождения как бы по сути подтверждает тот факт, что ни Мишель, ни Барак не одобрили то, как себя вели Меган и Гарри, и то, как Гарри продолжает себя вести в сторону своей семьи. Но если Гарри, может быть, как-то и переживет это не приглашение, то для Меган это просто удар ниже пояса, сообщается, что она просто раздавлена, убита, и вообще не понимает, как это могло произойти, потому что она делает все возможное, чтобы быть в этой верхушке. Ну, поговаривают, что она человек от Хиллари Клинтон, поговаривают, что ее ведут как бы а-ля там в президенты, в политику и так далее, с этим можно соглашаться, с этим можно не соглашаться, но есть такие слухи, есть такое вот, скажем так, мнение. И тот факт, что она не попала на этот день рождения, отбрасывает ее просто на несколько шагов назад. И я думаю, что сейчас дружба с Опрой, с Клуни, с Амаль Клуни, она, ну, под большим вопросом, ну, как сказать, потому что в тех кругах, ну, как я это вижу, дружбы не бывает. В тех кругах есть понимание, что, окей, Опра очень важный человек, очень нужный человек, я рядом с ней. Меган не пригласили на день рождения к Обаме, ну, Меган, ты мне не столь интересна, ну, какая там, может быть, дружба, там такие огромные деньги. И, конечно же, говорят, Миррор об этом теперь сообщает, что Меган Маркл нереально хотела попасть на этот день рождения. Она делала все возможное, она общалась со всеми людьми, которыми только можно и нельзя, чтобы попасть на этот день рождения, но не сложилось. Также надо сказать, что пара заявила, что они просто не смогли прибыть на день рождения, но, по большому счету, их никто не приглашал. Только вдумайтесь, что, несмотря на ковидные вот эти вот реставрик, ограничения, Обама пригласил 475 гостей. 475 гостей, и не нашлось среди этой цифры два стула для Меган и Гарри. Это не просто так, потому что Меган и Гарри не было даже в черновике приглашенных гостей, когда там было очень-очень много гостей. Среди приглашенных были Джордж и Амаль Клуни, конечно, Стивен Спилберг, Джей-Зи и Бейонс, не говоря уже про всю политическую элиту. Так что пока ожидания Меган чуть-чуть не сбываются, идут немножко в другую сторону, потому что я думаю, что они, конечно, пережали. Реально пережали. Сейчас будем смотреть, как они будут делать несколько шагов назад. Помяните мое слово. Также, чтобы закончить блог про Меган и Гарри, Томас Маркл, который сказал фразу, которую я постоянно повторяю, когда говорю про него, что Меган и Гарри делают из королевской семьи в Уолмарт, я с этим согласна, ведет себя как-то странно. Он рассказал, что он присылал Меган цветы, букет красных роз, среди которых было две желтые розы, которые символизируют Лилибет и Арчи. Двух детей Мегана и Гарри. Он сказал, что этот букет ему обошелся в 287 долларов. Только единственное, какие-то цены у них там конские на букеты. Букет красных роз с двумя желтыми. Это не вот тебе супер-мега букет, который стоит 287 долларов. Ну да ладно. Он отправил также милую записку, но Меган не ответила на этот букет, не сказала спасибо, ничего. И вот он вот обижен теперь так сильно. Почему я считаю, что он ведет себя странно и нелогично? Потому что только мы на прошлой неделе мы обсуждали то, как он будет подавать в суд на Мегана и Гарри. Он об этом заявил, что он думает, что будет реально идти в суд, чтобы ему дали видеться со своими внуками. Тут же он на следующей неделе отправляет букет красных роз и предполагает, что ему у Мегана ответить скажет, «Ой, боже мой, папонька, ну блин, ну вот букета мне только не хватало, я рассылую тебя в обе твои щечки, вообще переезжай ко мне в Санта-Барбару, будешь мне тут помогать с подгузниками для Лилибет». Ну нет, это нелогично. Если ты говоришь, что я подаю в суд, потом ты присылаешь цветы, потом через неделю ты еще какую-то гадость расскажешь, то не ожидаешь, что тебе кто-то ответит. Ну это мое личное мнение. Теперь мы переходим к другому блоку новостей. Тут одна самая большая, самая грандиозная новость, которая связана с принцем Эндрю, со скандалом сексуального характера, где фигурирует девушка Вирджиния Робертс, которая вот была на этой злополучной фотографии. Кстати, появилась версия этой фотографии оригинальная, где виден чей-то палец. То есть кто-то фотографировал. Сейчас пресса думает, гадает, чей же это палец. Потому что интересно, чей-то палец. Тогда это как бы еще один свидетель, который видел, как делалась эта фотография. И больше информации для суда, для прессы и для нашего бабкиного престола. Ну так вот, непонятно пока, чей палец. Понятно только то, что Вирджиния Робертс подает в суд на принца Эндрю. В чем суть до дела? Дело в том, что когда ей было 17 лет, у нее было три сексуальных свидания с принцем Эндрю. И сейчас она идет дальше и рассказывает, что под страхом смерти она занималась с принцем Эндрю тем, чем занималась. Ее заставляли, ее вынуждали. Ну и она боялась, что ее банально убьют, если она не будет с принцем Эндрю. Сложный, такая безумно сложная тема, потому что хочется сразу Эндрю обвинить или сказать Вирджинии, что она врет. Но я тот человек, который пытается дождаться, пока выскажутся все стороны. И как-то принимаю всегда для себя решение, когда послушаю сторону А, сторону Б, может быть еще каких-то свидетелей. То есть, ну блин, я пытаюсь себя в голове делать то, что делает судья. Пока принц Эндрю ничего, кроме вот этого невразумительного интервью на BBC, не сказал. Конечно, он очень много очков проигрывает, когда не сотрудничает с судом. Он не сотрудничает с ФБР. ФБР об этом говорит, Вирджиния Робертс об этом говорит, адвокаты Вирджинии Робертс говорят, что принца Эндрю постоянно до него пытаются достучаться. Мол, сотрудничайте, скажите, что было, выходите на связь и так далее, и так далее. Надо понимать, что у принца Эндрю нет дипломатического иммунитета. То есть, когда совсем прижмет, он будет отвечать по закону. И вот, собственно, тот факт, что Вирджиния подала в суд на него, ему уже совсем никак не отвертеться. То есть, возможно, в суде будут выступать его адвокаты, не он сам, вполне вероятно. Если вот все дальше пройдет, суд будет, ему придется что-то говорить. И поскольку суд будет проходить в США, то мы узнаем подробности абсолютно точно. Также Вирджиния Робертс говорит о том, что в течение пяти лет принц Эндрю не отвечает на запросы о сотрудничестве от ее адвокатов и так далее. Ну, тоже странно, если бы принц Эндрю решил помогать Вирджинии Робертс себя обвинять в том, что он ее там насиловал и так далее. Но вопрос в том, что, как я уже сказала, власти США говорят, что принц Эндрю не сотрудничает, точнее, они получают отказы в сотрудничестве. И сейчас очень интересный момент, что еще одна жертва принца Эндрю может появиться и может заявить на него в суд. Бывшим персональным ассистентом принца Эндрю была Джоанна Сьобер. Так вот, она заявила, что Эндрю вел себя непристойно и ласкал ее бюст после того, как она села к нему на колени. Вот такая вот... Прям читаю это, мне прям тоже не особо приятно, конечно. Но, тем не менее, с песни слов не выкинешь появилась эта девушка, которая делает вот такие вот заявления. Почему сейчас она может подать в суд на принца Эндрю? Потому что в июне в Нью-Йоркском Сенате, правильно ли я это перевожу, подписали законопроект, по которому есть возможность у тех, кто подвергался сексуальному насилию, кому было на момент вот этого насилия 18 и больше, подать в суд. У них есть год, чтобы вспомнить, что с ними произошло, и подать на насильника в суд. И далее будут разбираться. Ай, вообще, на самом деле, такая сложная тема, такая тяжелая тема. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Потому что, с одной стороны, мое слово против твоего слова, хотя прошло, там, я не знаю, 10 лет. Как они будут искать доказательства, так это или не так. С одной стороны, вот я вот это прочитала, то, что Джоанна говорила, и мне самой стало неприятно. Не хочу даже думать, как это в моменте было человеку. Но, с другой стороны, человек может придумать все, что хочет про любого человека, которого хочет разрушить карьеру или жизнь. В общем, я не знаю, куда катится этот мир, и как вот Сенат США будет разбираться в этих исках, которых становится огромное-огромное количество. Тем временем, Сара Фергюсон поддерживает принца Эндрю. Они вдвоем прибыли в Балморал к королеве. Появилась фотография, принц Эндрю был за рулем, рейндж-роверы, и на заднем сидении сидела Сара Фергюсон. То есть, они вдвоем прибыли в Балморал и будут разговаривать с королевой, что им дальше делать, как им дальше жить, потому что обвинение реально очень-очень серьезное. Также Экспресс пишет о том, что королева продолжает поддерживать своего самого любимого сына из всех четверых детей, Чарльз, Анна, Эндрю, Эдвард. Эндрю, вот как интересно он у меня зафиксировался на этом пальчике. Эндрю у нее самый любимый, и она продолжает материально его поддерживать, несмотря на вот этот скандал. Надо понимать, что Эндрю не зарабатывает деньги королевскими обязанностями, потому что он сложил свои полномочия. По большому счету у него денег-то и нету, но королева его поддерживает. Экспресс пишет об этом как бы немножечко с уколом, как бы с укором, что, мол, вот несмотря на то, что вот такой скандал, королева поддерживает. Давайте подумаем о том, что королева для принца Эндрю это все-таки мать, и несмотря на то, что сделал он что-то, или не сделал он что-то, или сделал он, но в каких-то других, скажем так, обстоятельствах, не таких, как рисует пресса, она все равно будет его поддерживать, и все равно он не будет около Букингемского дворца с протянутой рукой на крошку хлеба себе просить. Естественно, это семья, и семья поддерживает друг друга, несмотря ни на какие проблемы, обвинения и сложности. Но я хочу сказать, что очень интересно, как будет развиваться событие, потому что закручивается история в очень такой серьезный калач, скажем так, и Меган Маркл здесь рядом не стояла, это более серьезные проблемы для монархии и для королевы, учитывая ее преклонный возраст. Ну что, на этом я буду ставить точку, спасибо большое, что были сегодня со мной, обязательно проверьте, подписаны ли вы на канал, потому что что-то иногда с Ютубом странное происходит, и проверьте, стоит ли у вас колокольчик, чтобы вы получали оповещение, потому что совсем скоро мы начинаем прямые эфиры, а о них я рассказываю не так задолго, поэтому вы должны знать, что все выходит в эфир, и вообще быть в курсе всех событий. Спасибо большое, что были сегодня со мной, увидимся в следующих видео. Пока-пока!